Коллеги, добрый день. Кто присоединился? Вот у нас тут пока немного людей, но это ничего страшного. Я объясню почему. Потому что самое главное, обычно аудитория набирается в YouTube на канале, потом на канале выкладывается ссылка на ваш репортаж. Все-таки день, да, многие работают, поэтому мы с пониманием и с уважением относимся к этому времени, к вашему. Ну и обычно потом эти лекции, они очень серьезно добирают по аудитории, так что труд все равно не пройдет даром. Итак, друзья мои, коллеги, я рад приветствовать сегодня у нас нашего лектора Симона Ашотовича. Я позволю себе, я думаю, он из скромности это не скажет, но я был свидетелем блестящей защиты доктора наук Симона Ашотовича. Собственно говоря, и лекция, наверное, будет посвящена вопросам, которые он также осветил в своей большой работе. Симон Ашотович, если скажете немножко, предваряя лекцию, несколько слов о своей клинике, может быть, скажете о своей школе, это тоже будет нам приятно, и потом люди, когда будут смотреть, это все-таки важно подчеркнуть. За последние, скажем, там 50 лет вот с внедрением стандартов и внедрением общих подходов разрушилось представление о школах, которые даже еще было в середине 20 века, когда существовать могли параллельно школы, которые вообще противоречили друг другу. Сегодня это трудно представить, но все равно школа имеет значение, потому что люди достигают максимума в результате прогрессирования какого-то опыта, который получают от своих наставников. Разные школы бывают. Некоторые школы учат, как не надо делать своих учеников, и они потом тоже прогрессируют, понимая это. Вот поэтому я заканчиваю свое вступление. Симон Ашотович, пожалуйста, сколько времени займете, мы будем внимательно слушать, а потом, если у кого-то возникнут вопросы, мы с удовольствием это обсудим. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Петрович. Во-первых, спасибо большое за предоставленную возможность, спасибо за хорошее представление. Ну, я хочу сказать, что я очень давно, вот занимаясь гибридными технологиями, аж, наверное, 15-16 лет с того момента, как я работал в 15-й больнице. Да, сейчас такой бум, вот гибридные вмешательства пошел. Это достаточно такая и прогрессивная тема, но сразу хочу забежать вперед сказать, что все должно быть по показаниям. Сейчас очень много, вот я эти моменты тоже хочу обсудить, очень много у нас есть возможностей финансовых, имеется в виду, тарифы появились, по 1, 2, 3, различные варианты, да, и в этой сфере не стоит иногда перебегать в палку, то есть мы должны четко понимать, кому мы должны делать, какую операцию делать, гибридную, эндоваскулярную, открытую, то есть у каждого метода должны быть свои показания. Я сегодня вам представлю наше видение, наш большой опыт, кому мы делаем, как мы делаем, технические аспекты, и буду рад вашему отклику, чтобы у нас была дискуссия, если у кого-то останутся обшитые вопросы, удовольствием с ними обсудить. Да, и в конце презентации я тоже вам скину в группу нашего эндоваскуляр, наши методические рекомендации, которые разработаны коллективом наших авторов. Во-первых, я хочу сказать, что я, кроме того, что заведую отделением сосудистой хирургии в больнице Иноземцево, но многие знают работу доцентом на кафедре рентгеноваскулярных методов диагностики и лечения, кроме этого еще руковожу организационно-методическим отделом по сердечно-сосудистой хирургии в департаменте здравоохранения города Москвы, то есть в том числе и занимаюсь организацией сервисосудистой службы вообще в нашем городе совместно с главным специалистом Москвы. Ну, если говорить о гибридных технологиях, то сегодня все у нас гибридное. И машины, и фрукты, и там конфиденции уже у нас гибридные, да, привыкли. Ну, не дай бог, что мы получили такого гибридного человека, как фирмен-терминатор Анатоль Форстнеггер. Ну, что вообще такое гибридные технологии, мы все знаем, но опять-таки, это сочетание двух методик. В данном случае это эндоваскулярные процедуры и открытая артериальная операция, которая выполняется одновременно. Конечно, в современных, реальных наших российских, ввиду таких технических особенностей, бывают ситуации, когда, ну, нету возможности, хоть больных перекатывать из одной операционной в другую. Ну, в одном промежутке времени там сделали эндоваскулярный этап в эндоваскулярные операционные, потом перекатили там к плацвету. Ну, главное, они, как это перекатили, главное, что в голове у людей, врачей, это было сформировано, что это надо делать с гибридными методиками, на данном моменте. Ну, и вот при многоэтажных поражениях гибридные технологии дают свой хороший результат. Ну, уже есть доказательная база, что внедрение гибридных технологий снижает смертность. Ну, сегодня мы много поговорим о поздушном сегменте, о поздушном сегменте, чему была посвящена моя докторская диссертация. Если взглянуть на историю, то это начиналось с 1946 года, когда Дос Сантос впервые выполнил эндоваскуректомизм бедренной артерии. Дальше, 1954 год, первая ВВШ, опубликованная Дебеке. Дальше, первая, выполненная ангиопластикой бедренной артерии, это доктор Джаткинс, которого сделали и нам открыли путь в эндоваскулярную хирургию периферийских артерий. И первое гибридное вмешательство в этом году, какой-то свой юбилей, 50 лет, это Портер в 1973 году, когда они опубликовали первое вмешательство бедренное-бедренное перекрестное шрунтирование с ангиопластикой периферийских, ангиопластикой повзошной артерии. И самое интересное, что эта статья была опубликована в гинекологическом журнале, видите, сожжер-гинекологи. Но вот, однако, это первая публикация, и это дало начало, толчок этому. Ну, если мы посмотрим рекомендации, там уже четко в рекомендации написано, что поражение аортополдошного сегмента, когда увлекается общебедренная артерия, безусловно, надо выполнить гибридную ревосклерозацию. Поражение общебедренной артерии при бедрено-подколенных окклюзиях также надо выполнять гибридное вмешательство. Это наши рекомендации, это европейские рекомендации. Здесь также сказано, бедрено-подколенная аортополдошная окклюзия, выполнение гибридного вмешательства. Но нигде не написано, что вообще, как ее выполнять. Да, ну, опять-таки, большие исследования показывают снижение летальности в госпитальном, гастральном пребывании, осложнений в группе гибридных по сравнению с открытыми вмешательствами. Это американские большие данные. Большой регистр немецких наших коллег, они проанализировали результаты с 9 по 18 год, и у них оказалось увеличение количества ревоскуляризации в этом промежутке за счет гибридных и эндоваскулярных вмешательств, что привело, в свою очередь, к снижению количества койко-дней, снижению летальности и стоимости лечения, что очень важно для современной медицины. Ну, если вот поподробнее. Вообще, если мы хотим начать гибридное вмешательство, с чего мы должны начать? В первую очередь, это должен быть обученный персонал, то есть люди, которые имеют и хирургические, и эндоваскулярные навыки. Вторая – это гибридная операционная или операционная с садугой, неважно. Главное, чтобы было желание и понимание. Сосудистые инструментарии полностью, да, вот петли я специально отметил, которые имеют важную роль в этой операции. Безусловно, сосудистые протезы, двухпроцветных катетеров фокурти и полный эндоваскулярный инструментарий для выполнения периферийской интервенции. Это стенты, баллоны-катетеры, проводники, ну, все инструменты, да, там и обязательно стенд-графты. Ну, вот что такое вообще гибридная операционная? Если вот мы задали запрос в Википедии, он здесь пишет, что гибридная операционная – это операционный театр, оснащенный современным оборудованием для медицинской визуализации. Вот так красиво выглядит. Наши условия – это вот рентгеноперационная, где оборудован нормальными светильниками, где мы выполняем ежедневные эндоваскулярные гибридные вмешательства. И кроме этого, есть у нас операционная сосудистая, где стоит у нас садуга, где до 2018 года мы выполняли. Сейчас у нас здесь гибридная операция, но это возможность тоже у нас есть, то есть мы все вмешательства на артериальном русле практически все выполняем под… заключаем ее ангиографическим контролем. Ну, большие публикации, я не буду на них останавливаться. Вот заключающая эндокториктомия из общебедренной, повздошное астентирование. Хорошие результаты показывают. Низкая летальность и хорошие отдаленные результаты. Нагоровневые поражения. То же самое здесь. Показывают хорошую первичную, вторичную проходимость, сохранность конечность, нулевая летальность. Ну, мы все это понимаем, что одно дело здесь лапаротомию. Конечно, есть клиники, где хорошие результаты, низкая летальность, но не надо забывать, что все-таки лапаротомия, бедренный доступ маленький, это разные операции, разная реабилитация. И отдаленные результаты совершенно тоже другие в плане качества жизни. Много публикаций появляется по поводу гибридных вмешательств на бедроподколенном сегменте, по венозной системе, на приостре ишемии. Ну, мы вот условно разделили гибридные вмешательства, чтобы для нас в нашей голове и для коллег было понимание. Так называемый максимальный гибрид, вариант гибрида, когда выполняется открыто вмешательство на путях оттока, эндоваскулярное вмешательство на путях притока. И несколько раздавидностей. Эндоваскулярное ортоповзорное сегменте, то есть выполняем стентирование повзорного сегмента и бедренно-подколенное шунтирование. Выполняем эндортеректомию петлевую из общебедренной, наружеповзорной артерии и стентирование повзорного сегмента. Это вот как раз тот вариант, который описан в рекомендациях. Повзорно-бедренная окклюзия. И дистальный вариант гибрида. Это открыто вмешательство на путях притока и эндоваскулярное на путях оттока. Это тоже достаточно часто встречающая ситуация. Опять-таки, в тех случаях, когда мы пришиваем шунты при плохих путях оттока, которые дают плохой отдаленный результат, у нас здесь полный кардбаш, дополнить шунтирование эндоваскулярного вмешательства на артериях голени. Итак, три тоже здесь разных вмешательства. Это тромбиктомия с бедренно-подколенными шунтами, и его тромбозия, эндоваскулярное вмешательство на артериях голени. Выполнение бедренно-подколенного шунтирования с эндоваскулярным вмешательством на артериях голени. Эндортеректомия из бедренной артерии и эндоваскулярное вмешательство на поверхности бедренной артерии. И вот я схематически вам покажу и покажу технические особенности выполнения, как мы это делаем. Ну вот схематическое изображение, модель пациента, стеноз ползочной артерии, окклюзия бедренной артерии. Ну, здесь не показательно. Мы берем, что это длинная окклюзия. Просто для наглядности мы так нарисовали. Выполняется одномоментное стентирование бедренной поддушной артерии и бедренной подколенной шунтирования. В данном случае мы, здесь хочу отметить, сначала выполняем дистальный анастомоз, проксимальный анастомоз, и через незашитую губу анастомоза вставляем инфрадюст и выполняем стентирование поддушного сегмента, тем самым минимизируя пережатие поддушной артерии, чтобы не привело это к тромбозу стенда и, соответственно, поддушной артерии. Второй вариант гибридной, это самый частый вариант гибридного вмешательства, который выполняется в нашей клинике, который мы активно ее используем, пропагандируем. Это вот так называемая поддушная бедренная окклюзия. Когда поддушная артерия закрыта и закрыта общая бедренная артерия окклюзирована, то есть на уровне паховоскладки. Мы к общей бедренной артерии относимся очень нежно, мы ее очень любим. Объясню дальше почему. Вот в этих случаях мы однозначно выполняем гибридное вмешательство. Здесь предварительно, выполняя реканализацию плечевым или контрлатеральным доступом к проводнику реканализацию, выводим проводник в бедренную артерию, заводим вот эту петлю вольмара на проводник и на отслойную бляшку, выполняем эндокректомию с последующим стентированием поддушной артерии. Вот обратите внимание, мы всегда отсекаем поверхностную бедренную артерию и выполняем из этого доступа. Здесь возможный вариант такой, что можно сделать артериотомию с последующей заплатой этого участка общебедренной. Но мы сторонники того, чтобы сохранить нативную бифуркацию бедренной артерии. Вот наше исследование показало, что при сравнении вот такой методики по сравнению с заплатой, результаты вот такой методики с сохранением нативной анатомии были лучше отдаленные результаты, чем при использовании заплаты. Я еще раз хочу обратить внимание на вот это поражение общебедренной артерии. Сейчас, конечно, появилось очень много стентов, много публикаций, что можно стентировать бедренную артерию, стенты не ломаются, паховая складка. Безусловно, даже не буду спорить. Но мы идем в перспективу на то, что все-таки бедренная артерия это точка доступа, одна из точек доступа для эндоваскулярных вмешательств. Все наши пациенты, они коморбидные. И может быть понадобится эндопротезирование там аорты, может быть понадобится имплантация клапана. Опять-таки, точка доступа у нас была нативная, чтобы было удобно работать через эту точку, поэтому мы ее оставляем нативной, стараемся не стентировать. И я покажу клинические примеры с подробностями выполнения вмешательства. Вот пациент с окклюзией на КТ-ангиографии. Мы видим окклюзию правой подвздошной артерии и окклюзию вот здесь левой общебедренной артерии. Пациент на свой возраст достаточно коморбидный, здесь не указано, гипертония, но у него парапорез был ниже после травмы позвоночника. Несмотря на то, что он ногами не двигал, но боль у него в ногах была на фоне вот такого поражения. Мы ему предложили, учитывая его анамнез, и были у него операции на брюшной полости, у него стоит нейростимуляция позвоночника, вот этот симулятор. От открытой операции мы сразу отказались ввиду большого количества возможных осложнений. Мы ему предложили гибридное вмешательство вот в объеме эндоктероэктомии справа подвздошной и эндоктероэктомии из общей бедренной артерии. Пока он готовился к нам, приехал, выполнили ангиографию, мы увидели акклюзию аорты. Плечевым доступом выполнили реканализацию правой подвздошной артерии гидрофильным проводником, всегда работаем гидрофильным проводником при поддержке гидрофильных катетеров с разными кончиками, которые удобно будет хирургу работать. Первым этапом сделали реканализацию правой подвздошной артерии, но предварительно у нас выделены оба бедренных треугольника, вот один стоит здесь, дальше мы выполнили реканализацию левой подвздошной артерии, видите, здесь рано-расшитель, оба бедренных доступа отшиты, тоже по той же семь, выполнили реканализацию, экстернализация проводника в бедренную артерию, и дальше вот, обратите внимание, вот это петля вольмара, вот это вид операции, и выполнено в дальнейшем, после этапа эндоктероэктомии, справа, слева, вот убранные отраслерозические сегменты из подвздошных артерий, выполнено бифуркационное стентирование аорты, объект подвздошных артерий, и вот такой вот окончательный результат, ну, здесь мы видим оклюзию бедренной артерии, ну, клинически это незначимо, его достаточно хватает, чтобы не было у него болей в покое, вот достаточно приличное дистальное русло, и вот мы видим хорошую проходимость ортоповздошного сегмента. Следующий, вот так называемый, тоже, проксимальный гибрид, когда мы имеем тотально тоже оклюзию полвздошной артерии, поверхностно-бедренной артерии, общей бедренной артерии. Здесь мы много дискутировали с нашими коллегами, многие предлагают стентировать полностью, но опять-таки мы, во-первых, сторонники не делать стентирование общей бедренной артерии, и потом мы очень любим, очень любим глубокую артерию бедра, которая играет очень важную роль в кровоснабжении вообще бедра и нижеконечеств. Здесь также после отсечения поверхностно-бедренной артерии, после предварительной реканализации по предыдущей схеме выполняется андоктерэктомия петлевая из полвздошного сегмента, из бедренного сегмента, с последующим спNextированием повздошной артерии, поверхностно-бедренной артерии и восстановлением целой сентибедренной артерии. Вот как это все происходит. Реканализация, здесь ангиография, вот реканализация, Вот петлевая эндортеректомия. Вот обратите внимание, у нас раздутый баллон в левой подвозной артерии. Мы это делаем с той целью, чтобы в момент выполнения эндортеректомии у нас не было эмболии контрлатерального нижнего конечность. Таким образом мы ее защищаем. Вот мы видим, каким путем мы извлекаем весь этот интимальный комплекс вместе с эндортеректомическим бляшкой из бедренного доступа. В дальнейшем выполняется тромбектомия на двухпросветном катетном фокусе из подвозной артерии. Также эндортеректомия на проводнике из бедренной артерии. Вот петлевая мы доходим до зоны окклюзии. И с дальнейшим стентированием тоже защищаем ангиопластикой бедренной артерии. Сразу забегу вперед и скажу, что мы бедренную артерию стентируем очень крайне редко. Неважно, это гибридное вмешательство или эндоваскулярное вмешательство. Мы стараемся завершать вмешательство ангиопластикой баллон с лекарственным покрытием. Стентируем поверхностную бедренную артерию только в том случае, если имеется значимый остаточный стеноз или значимая диссекция. И вот финальная ангиография. Видим полностью хорошо проходимый подвозный сегмент. Проходимая бедренная артерия. И артерии голени. И индексы 0,90, 0,84. Обе артерии полностью восстановлены. Достаточно интересный пациент. Вот окклюзия повздошной артерии, бедренной артерии, поверхностно-бедренной артерии. Это вот 6 лет назад была операция. У больного ложный глазобедренный сустав. Была ревизия бедренных артерий в одной из клиник. Здесь сказали, что он неоперабельно больной. Отправили его к нам. Вот мы решили, запланировали ли он на гибридное вмешательство, гибридная операционная подспинальная анестезия. Вот ангиография в дальнейшем. Попытка реканализации. Пока мы не выделяли, сразу скажу, не выделяли бедренную артерию, думали все-таки попробуем инноваскулярно, с учетом анамнеза, попробуем восстановить так. Многочисленные попытки. Вот здесь проводник у нас выходит, вот здесь нарисован, плохо видно, выходит экстравазально. Но мы уже поняли, что что-то делаем не то, выделили бедренную артерию, и оказалось, что она легирована. При ревизии не смогли ничего делать, просто ее легировали. Ну, мы дальше уже продолжили по стандарту нашей схеме. Эндокторектомия петлёй на проводнике. Вот это убранный комплекс из повздошной артерии. Это из поверхностно-бедренной артерии полностью убранный комплекс. Дальнейшая стензированная повздошная артерия, ведь с длинным стентом. Бедренная артерия восстановить всех трех артерий на ноги. Я хочу призывать сосудистым хирургам, если не получается, не важно, какой сегмент, не закрывайте путь эндоваскулярным хирургам. Это все-таки жизнь и нога пациента надо оставить возможной на перспективу. Концепция дистального гибрида. Вот схема операции. Бедренное подколенное шунтирование с эндоваскулярным мешательным артериям голени. Выполняется первым этапом формирование дистального анастомоза и через шунт мы выполняем эндоваскулярный мешатель на артериях голени. Вот один тоже клинический пример. Окклюзия повздошной артерии, окклюзия бедренной артерии. Выполнена реканализация повздошной артерии, петлевая эндокторектомия. Вот убранный весь комплекс. Полное восстановление повздошно-бедренного сегмента. Дальше пункция бедренной артерии и уже вмешательство на бедренной и артериях голени. Ситуация окклюзия бедренной артерии или от устья, или же с вовлечением общей бедренной артерии. Здесь тоже у нас, в принципе, мы идем на гибридное вмешательство в объеме таком же, как и вот мы любим. Предварительная реканализация. И петлевая эндокторектомия с последующим стентированием или ангиопластикой бедренно-подколенного сегмента. Вот клинический пример. Пациентка уже ранее стентированная. Выполнена окклюзия стента. Вот этап реканализации и петлевой эндокторектомии. Вот видите, петля, как у нас проходит через края стента. Стент убрали вместе с тромботическим и атеросклеротическим бляшем. Дальнейшая ангиопластика и восстановление полностью ниже конечества. Очень много мы выполняем вмешательств при острых ишемии ниже конечеств, при тромботических окклюзиях. Вот возможные виды операций. Тромбектомия с бедренно-подколенного шунта. Эндоваскулярный вмешательств на путях оттока или притока. То есть обязательно вмешательств при острых ишемии. Надо выполнять гибридным путем. То есть мы выполняем открытый этап, выполняем тромбектомию, выполняем ангиографию. Причина тромбоза всегда должна быть. Или это тромбоз на фоне атеросклеротической бляшки. Или это тромбоз шунта на фоне гиперплазии интимы на местах максимальных или дистальных анастомозов. Как мы любим говорить, на нашем знаке чудеса не бывает. Опять-таки тромбектомия с подвздошной артерии с последующим возможным стентированием. Или тромбектомия с бедренной артерии с возможным стентированием подвздошной артерии. Вот несколько примеров острой ишемии конечностей. Пациент 75 лет, болями покоя вправо ниже конечностей, чем трех дней, тромбоз бедренной артерии, подколенной артерии, артерии голени, острой ишемии 2А. Выделена бедренная артерия, отсечена бедренная артерия от устья, ангиография. Мы видим вот такую хорошую отрубку, то есть говорит, что такое острое начало, практически отсутствие коллатерали. Дистально просто практически никакого не прокрашивается здесь у нас. Вот на данном лемсе мы видим реканализацию гидрофильным проводником и тромбоэктомии в двухпросветном катетерном фугольте. Это очень хороший инструмент, двухпросветный катетер в фугольте, к сожалению, их сейчас в России нет. И мы видим вот хорошее восстановление просто после тромбоэктомии. Ну вот мы здесь видим остаточные стенозы, посчитали, что это вот была одна из причин. Тоже тромбоэктомия из артерии голени. Дальнейшее выполняем ангиографию. Мы здесь видим, выполняем ангиопластику артерии голени. На контрольной ангиографии. Здесь достаточно долгое вмешательство. Восстанавливаем все три артерии голени, с учетом того, что это все-таки острый тромбоз. Острый ишемия протекает совершенно по-другому, чем хронический ишемия. Выполняем ангиопластику артерии голени. И вот на контрольной ангиографии мы видим развитие такого ложного анабизма. Ну, это вот возможное осложнение. Тоже об этом хочется всегда говорить. Перфорация гидрофильным проводником. Мы пытались это закрыть сначала баллоном. Не получилось. Через две недели мы пациента взяли на контрольное вмешательство. Эмболизировали. Тоже неудачно. И пришлось поставить коронарный стенд граф. То есть, это я к чему хочу обратить ваше внимание. Что, когда мы работаем на любых артериях, всегда под рукой надо иметь максимально все возможные инструменты, которые готовы к возможным всем осложнениям, чтобы их предотвратить. Вот достаточно интересный тоже пациент. 54 года. Многократное вмешательство на верх, нижний конечник. Видите, слева стоит шум. Справа стоит шум. Более право ниже конечник покоя. Ведом подхоленной шунтируем. 18-й год. Ромехтомия. 19-й год. Стентирован лево-поздушный. Стентирован право-поздушный. И он поступает нам с тромбозом в стендер наружно-поздушную артерию. То есть, тромбозом право-поздушной артерии. С развитием мозг-шишемии. И первой стадии. Долго думали, как выполнить вмешательство. Какой выполнить вмешательство. В итоге остановились ноги бедным вмешательств. Видите, здесь стрелка им показана окклюзия шунта, окклюзия общебедренного, окклюзия повдушного сегмента. После выделения, соответственно, тяжелых рубцов, выделения общебедренной артерии, реканализация повдушной артерии, выполнение тромбектомии двухпросветным катетером фокурти. Мы здесь видим хорошее восстановление. Выполнение тромбектомии из бедра подколенного шунта. И мы видим здесь, видите, стеноз дистального анастомоза. И выполнена ангиопластика дистального анастомоза. У нас были случаи, когда не удавалось полностью раскрыться. Этот стеноз выполнялась в стенозе от дистального анастомоза. Были такие тоже случаи. И здесь полного остоляя всех трех артерий на голени. Вот очень интересный пациент. 54 года. Боли вправо ниже конечности в покое. Эндопротезируемый брюшной ауортуя от 2018 года. Это не в нашей клинике. Выполнено стенозерный объект повдушных артерий. И поступает нам с тромбозом левой общеповдушной артерии. Вот хочу обратить внимание ваше. Вот внимательно посмотрите. Что эндопротезируемый выполнен не по поводу анализма. По выпискам была окклюзия ауорты. И было принято решение выполнить ему эндопротезируемый в одной из клиник. И мы видим окклюзию левой браши повдушной артерии. Здесь тоже мы достаточно долго думали, какой объем вмешательства предложить. Но учитывая, что есть возможность гибридных вмешательств, мы решили выполнить гибридное вмешательство. Вот мы сделали ангиографию сначала плечевым доступом. Далее реканализация левой повдушной артерии с бедренным доступом. Вот здесь стоит уже в висенном просвете правый коронарный катетер. Вот тромбоэктомия, опять-таки, в двухпоследовом катетерах фугольте из левой бранши. Видите, в правой бранше стоит раздутый баллон. Это, опять-таки, мы раздули, чтобы защитить, чтобы тромботические массы у нас не мигрировали в контрнатеральную повдушную артерию. И вот на контрольной ангиографии плечевым доступом у нас стоит здесь пиктер. Мы выполнили ангиографию с полного восстановления использования на бедренных артериях. Да, гибридное вмешательство, оно тяжелое, оно трудоемкое. Практически, вот, в некоторых кейсах мы посмотрели, используем практически все возможности доступа. Оба бедренных доступа, плечевой доступ. Но, на наш взгляд, игра стоит свечи. Так, тоже интересный кейс. Достаточно интересный кейс. Вот здесь, прошу прощения. 95 лет эмболия общей бедренной артерии и с развитием острой ишемии 2b и пациентство эмболии верхней ближайшей артерии, остро-мезетриальной ишемии. От момента, часа от момента поступления больная уже в операционной. Клинически, слава богу, не было признаков ишемии кишечника. Ну, правым и левым бедренным доступом быстро выполнена эмболектомия. Из того же доступа выполнена тромбоаспирация из верхней ближайшей артерии. Вот мы видим здесь ангиографию. Мы видим здесь полное восстановление верхней ближайшей артерии. Далее ангиография бедренной артерии. Восстановлено поверхность глубокой артерии бедра. Восстановлено дистальное русло. И вот категория на вторые сутки восстановлена брюшечная артерия, бедренная артерия. Пациентка заметит 95 лет. Сегодняшняя возможность гибридной хирургии позволяет лечить пациента любого возраста, с любым поражением, многососудистым, в разных бассейнах. Пациентка, я как сегодня помню, на третий день она убежала от нас. Ветеран войны, это было перед майскими праздниками, она сказала, я хочу убежать, уже впереди майский праздник, я должен быть на параде Победы. Слава Богу, ее пронесло, потому что мезентральная ишемия такая тяжелая тема, которой тоже мы активно занимаемся. Что касается осложений, я хочу опять-таки вернуться, там у нас этот слайд был. Проблема выполнения петлевой эндортеректемии на проводнике, если от устевого поражения, от бифуркации закрыта повздошная артерия, мы перекрываем баллоном контролатеральную повздошную артерию на маленьком давлении, лишь бы он баллон раскрылся, чтобы не мигрировали в контролатеральную повздошную артерию атеротравматические массы. Ну, при разрыве повздошной артерии здесь как бы никакого новостей нет, но, к сожалению, такое тоже бывает. Имплантируем стендграфт всегда, ну, потому что всегда под рукой надо, когда мы работаем на повздошной сегменте, особенно если мы работаем петлей, есть риск перфорации. Да, это относительно безопасно, когда у нас проводник стоит, но бывают ситуации, когда рвется повздошная артерия, а это не бедрная артерия, и можно пациента потерять. Поэтому под рукой советую всегда иметь стендграфт, дабы не потерять пациента. Я хочу вот тоже обсудить этот вопрос. Вообще, кто должен выполнять гибридное вмешательство? Вот в англоязычной литературе, когда смотришь, у них всегда написано, кто делает эти вмешательства, любое вмешательство. Это на любом бассейне, когда сможет, написано, операции выполнены опытными хирургами. Вот в плане гибридных вмешательств, у них написано, что все процедуры выполнены сертифицированными сосудистыми хирургами. Как мы знаем, что у них сертификация сосудистых хирургов подразумевает также и выполнение эндоваскулярных вмешательств. В отличие от нашей страны, у нас две раздельные специальности. Это очень хорошо, что есть отдельная специальность для эндоваскулярной хирургии. И хочу сказать, что все врачи моего отделения, они все обучены, все работают линейно-доваскулярной хирургии в том числе, выполняя все эти вмешательства. Но это не везде так. В нашей стране, как это происходит, или же это врач-сосудистый хирург, у которого есть сертификат, и он выполняет одновременно все вмешательства. Другой вариант тоже возможен, тоже выполняется. Два специалиста участвуют в операции. Намоза – это очень хороший симбиоз, когда есть дружба между этими двумя специалистами. К сожалению, мы во многих клиниках видим вражду, но это неприемлемая вещь. Мы делаем одно дело, мы лечим один орган, один сосуд, мы должны вместе работать. Если нет такого возможности, люди не обучены. И вот этот симбиоз, я думаю, что очень важный, потому что сосудистый хирург понимает, что он не может технически сделать. Он приглашает своего друга, я могу сказать, чтобы вместе они помогли, сделали правильную операцию, помогли больному. Минимальный травм получили максимальный эффект. Но хочу сказать, что с таким ситуацией мы столкнулись, что в одной из клиник доктору-сосудистому хирургу одобретили выполнять эндоваскулярные гибридные вмешательства по той простой причине, что он не оформлен врачом рентгенно-эндоваскулярным хирургом. То есть вот или не делайте, или пусть делают рентгенно-эндоваскулярные хирурги. Мы нашли выход из этой ситуации, дабы… Не то, что мы не дружим с нашими эндоваскулярными хирургами, мы очень дружим. Но чтобы юридически себя прикрыть, прикрыть нашу администрацию, мы оформились, как говорится, спасение утопающих, делать самих утопающих. И мы нашли выход из ситуации, мы все оформились в одежде эндоваскулярной хирургии на 0,1 ставку, дабы юридически прикрыться, и в дальнейшем была бы возможность нам подтверждать сертификат и, самое главное, юридически выполнять эти операции, чтобы нам никто не смог, контролирующие органы не смогли к нам придраться, к нам и к нашей администрации. И я хочу заключить тем, что выбор между хирургической эндоваскулярной или гибридной левоскуляризацией, это зависит от анатомии поражения, состояния пациента, и должен учитывать целесообразность, ожидаемый риск и отдаленный результат. И это ни то, ни другой метод, он не панацея, не важно то, а важна клиника, где есть все эти методы, где есть понимание, как надо лечить больных, дабы получить максимальный эффект и спасти пациента от, в данном случае, от ампутации или улучшения качества жизни, и вообще спасти его жизнь. Спасибо за внимание, я буду рад очень вопросам и дискуссии вместе с вами. Отлично, мне очень понравилось, Симон Анашович, прямо как будто бы побывал рядом, постоял. Спасибо, что... Вас приглашаем, Сергея Петровича. Да-да, нет, а у нас мы сейчас, я немножко похвастаюсь, у нас сейчас у ребят новая дуга, вот, и они прямо глаза горят, и, в общем-то, инициатива отходила тоже из них, когда мы хотели еще раз вас послушать, потому что приятно, что там у вас фильмы вставлены, то есть очень важно, как вы манипулируете петлей вокруг проводника, это всегда очень важно, но, может быть, действительно, вы разрешите, и кто-то из наших подъедет и постоит, посмотрит, поучится. Вот, у меня выбор... Несколько возникало в течение лекции вопросов, но вы практически все их закрыли, отвечая на все через одну-две минуты. У меня вот такой вопрос. Выбор диаметра петли все-таки он как-то усредненный, или вы более деликатно к этому относитесь, там, скажем, 70%, 80% от референса? Или для вас уже это не так важно? Может быть, для начинающего это более важно? А, Василий Петрович, это очень важный вопрос. Диаметр петли мы подбираем по диаметру артерии. Здесь это очень важный момент. Это вот работа петлей, я просто процитирую моего учителя, Матиси Андрея Гагвановича, который вы тоже слышали на моей защите, который меня защитил. Он всегда сравнивает работу с петлей, игру на скрипте. Это очень деликатный инструмент. Мы этим инструментом работали еще до возможности гибридной мешать, то есть работали в скрипу. Но мы подбираем. Но если мы говорим о поддорожной сегменте, ну, поддорожная артерия, она у нас такая, в среднем 9-10 миллиметров, но она, поддорожная наверху, она большая, внизу маленькая. Но мы берем диаметр от, в зависимости от артерии, от 80 до 10 миллиметровую петлю. Но здесь очень важно и не переборщить, и большую не взять, и маленькую не взять. Потому что мы большой можем порвать артерию, а маленькая мы просто этот слой, в который мы должны войти, мы не сможем ее полностью отслоить. И что сначала должна быть маленькая, потом крупнее. Нет такого? То есть вы идете на... Да, в редких случаях бывает. Но в основном одной петлей мы работаем на каждом сегменте. Бывают случаи, когда не удается одной зайти. Бывает, когда маленькую немножко отслаиваем, потом большую берем. Особенно если мы видим на КТ, мы всем больным всегда делаем КТ-ангиографию. Это вот всем делаем, и по диаметру артерии понимаем. Бывает, когда вот наружную поддорожную артерию, маленькую немножко пройдем, потом уже возьмем большую петлю. Но самое важное, чтобы вот правильный слой отслоить в начале в общей беременной артерии. Если это правильно сделано, петля, она пройдет как по маслу. Если мы не правильным слоем, во-первых, мы можем порвать, во-вторых, мы просто не уберем этот субстрат. То есть вход в окклюзию, вот почему вы специально акцентируете внимание рисунок, что вы надеваете уже на тромб, на агломерат, на этот надеваете, видимо, входя в срезанный... Почему срезаете? Потому что, видимо, более корректно можно войти. Это очень важно. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, прекрасно. А вот что делать? Посоветуйте нам с двухпросветными, Фогарти. Знаете, вот буквально, как вчера, значит, ко мне пришли представители, новая какая-то компания, израильская, Медирен, они только-только начинают поставку двухпросветных в Фогарти. Они мне дали на апробацию, я еще не использовал. Но... Регистрация, да, Симон Ашуч? Да, да, уже зарегистрирован, но он только на 14-м проводнике. И пока что в России маленький диаметр, 5-миллиметровый. Но ничего, лучше вот это, чем без этого. Потому что вслепую сегодня идти к катетерам в Фогарти, ну, мне, честно говоря, с таким тоже опытом, все равно страшно. А вот глупость скажу, вот, ну, нету под рукой, а обычный комплайнсный баллон нет? Знаете, мы пробовали, получаете иногда, иногда получается. Он все-таки, они мягкие, когда в Фогарти раздувается, вот, во-первых, форма такая дает, он убирает. Ну, вот сейчас, вот, когда нету, пробуем, да, баллон раздуваем, пробуем им. Ну, лучше, чем ничего. Ну, я только могу, что предложить, если эти ребята готовы, они могут смело сбросить в чат, в раздел партнеров, информацию о себе, и будем рады, если к ним будут обращаться. А это компания Терсамет, которую все знают, у них они появились, буквально они недавно, но сказали, что у них всего 50 штук, потому что это странно, но вот я им передам, я им сказал, что это очень актуально для всех клиник, активно заниматься, без этого сегодня выполнять вмешательства просто порой опасно. Ну, отлично. У коллег, если есть вопросы, могут маякнуть в чат или подключиться голосом, не проблема. Вот, еще момент, вот эти вот, скажем, вы показали маленькую аневризмочку, подержать баллончик просто подольше в надежде, держали, держали очень долго, да, да, получаться держали. Ну, я понял, что вы настолько давно в этой теме и в тесном контакте с генхирургами, что вы уже сам... Объезжали, не получилось, и наш любимый Дмитрий Геннадьевич одолжил нам коронарный стендграфт, слепя, ну, вариантов нет. Жалко, конечно, коронарный, но что делать, здесь надо закрыть. Почему жалко? Нормально, я думаю, да. Ну, я говорю, мы у нас с Дмитрий Геннадьевичем просто дружбу, мы нормально работаем, да, тому, что когда надо, мы вот инструментами, советами, вот, я просто хочу сказать, я знаю, что в разных клиниках на нашей большой просторной России есть клиники, которые враждуют, друг другу больных не дают. не надо этого делать. Ну, побеждаем, побеждаем уже эту тенденцию, было раньше ярче противостояние, сейчас есть понимание, и у тех, и у других уже есть понимание, что все-таки мы делаем общее дело, и в первую очередь это Я думаю, Сималович, это до первой спасенной совместной жизни, знаете, нас спасают хирурги с перфорациями, мы спасаем с символизациями или с несостоятельностью с шунтатом, то есть больные выживают именно благодаря симбиозу, поэтому мы вас сердечно благодарим за эту лекцию, у нас в моменте было больше 24, там 25, я видел, 26 человек подсоединялся, я думаю, лекция прекрасная наберет просмотров, потому что мы будем обращаться к ней еще раз, хочу пожелать клинике процветания, здоровья. Спасибо, Сергей Петрович, за возможность, мы всегда готовы сотрудничать с вашим каналом, порталом, активно слушаем, смотрим, как там все происходит. Ну, так это, в общем, потребность души иногда поделиться, показать, хирурги очень активно у нас сейчас подключились, и, в общем-то, даже больше интерес представляет работа большого хирурга, посмотреть на них, как у них это все происходит, потому что многие эндоваскулярщики редко видят это изнутри, а многие оперируя, не знают, как это воочию выглядит, даже структурно не могут определить на сердце, что где, поэтому тут без этого нельзя, а так как канал школы называется, ну, значит, всем найдем возможность высказаться, поэтому спасибо еще раз вам, человек, который каждый день и так и открытый опирует, и эндоваскулярный опирует, порой, когда убираю вот такие продолговатые, скажем, бляшки, я задаюсь вопросом, а когда мы стентируем, куда деваются эти бляшки? Это удивительно, да, вот так пластическая деформация впечатывается, хотя, конечно, некрасиво смотрится, я понимаю, красиво смотришь красивую картинку, а когда вот это все вытаскиваешь, как-то вот непонятно. Не по себе, не по себе, это правда. А вот там вопрос в чате, будет ли лекция в ответ на лекцию, правильно? Тимон Ашотович, здравствуйте, будет ли запись лекции? Да, да, конечно, я отвечу еще раз, не переживайте, Борис Викторович этим занимается, он, я думаю, завтра выложит и в Ангелопикчу ссылочку, и на наш портал, поэтому не волнуйтесь, все сможем внимательно еще раз посмотреть. Симон Ашотович. Да, спасибо, спасибо вам, Сергей Петрович, за возможность вот это сделать. Еще раз хочу обратиться к вашим хирургам, работающим в вашей клинике, и вообще, кто нас слушает, мы всегда открыты к диалогу, мы всегда готовы принять коллег на обучение, показать, рассказать, никаких проблем нет, мои контакты везде есть, всегда можно писать куда-нибудь, хотите, придите, будут интересные больные, позовем, приходите, покажем. Можно приходить с больным, правильно я понимаю? Можно с больным приходить с вами, никаких проблем. Мы лечим всю страну. Отлично, спасибо еще раз, обнимаю вас, добра и дороги. Я сейчас скину в чат нашу методичку по гибридным технологиям. Отлично, отлично, спасибо еще раз. Всем хорошего дня. Пока. Пока.